За ее плячема 47 годов водительского стажа. На первой 6 километров маршрута. За рулем троллейбуса Марина Семенова из колесила весь Гомель и проехала тысячи километров дорог. Ее працовный день начинается в 6-1 ранницы и заканчивается в 6 вечера. За этот период, поспевая навернуть, 12 маршрутных кругов. На угол у свой великий працовный шлях она отправилась на свое в 18-е годе. Миновета в день народжения написала первую заяву о працоводковании. Вы знаете, как приехала из деревни, увидела троллейбусы, так и моя душа заблела. И всю жизнь не жалею, всю жизнь работа очень нравится. Едешь, чувствуешь, что ты живешь. Природу видишь, людей видишь. Вот как-то вот это настолько там все это вот. Тут, кажется, сложного ничего нету и для женщин. На суперок стереотипам сучасные жаншины виртуозно кируют не только автомобилями, а и велизарными коллективами. Так у Гомельской области на посадах старшиня у Раевой-Канка, Маусюни, працуют две жаншины. Дубрыжский район узначальвая Вольга Мохарова, а Мазырский – Алена Пауличка. При этом кожная справляется со своими обовязками не горш за мужчин. А многим из них по обовязку службы кожный день дает мытовые указания. Работать с мужским коллективом гораздо, наверное, проще, чем и с женщинами. Потому что у женщин всегда тысячу есть хлопот, забот. Помимо работы еще повседневная зала. И как женщина, я всегда ухожу в их ситуацию. И, соответственно, чем могу, тем помогаю. И там, где сдавалось об женщинам, уже не хопить. Вытромки и силы воли яны снова доказывают свою профессийную компетентность. Одна из них – Ганна Феодотенкова, следшая по особливо важных справах. Кажут в детстве марла о белом халате и карьере урача. Однако батьковский приклад и популярные детективы переважили чашу на корысть профессии следшего. Свои первые кроки в этой сфере крохкая блондинка зарабила в 2009-м. А про сгод отримала пешую подяку за поспех у службовой деянности. Зараз я напрацую над четырьмя криминальными справами. Часом ей доводится выезжать на место сурвезных сдаренью. Мить справу с наркодилерами и тримать в руках речевые доказы коштам у десятки тысяч рублей. На мой взгляд, сказать, что профессия – это мужская или женская – невозможно изначально. Потому что как мужчина, так и женщина, не каждый способен работать в данной структуре. В наших руках судьбы других лиц. Мы должны докопаться до истины виновное лицо, либо невиновное лицо, для того, чтобы не поломать кому-то жизнь. Лицо, которое является следователем, оно должно обладать высокими моральными и нравственными качествами. Порядочность в первую очередь. Не глядячи на моцный характер, силу воли, незвычайные интеллектуальные и героевницкие сдольности, каждая из них – все-таки женщина. Моцная, которую робят звычайные приемные дробязи. Такие, как, например, ткветки – те теплые слова по жаданию. Восьмых осаковика. Ганна Ковалева, Яуген Макин, Кателерадо, компания «Гомель» при допомозе телеканала «Мазыр».